Эфедра растения хвойник. Входит в состав многих предтренировочных комплексов. Также его используют для приготовления жиросжигателей. Для того, чтобы не путаться, предлагаю разобраться с понятиями. Эфедра – трава, которая содержит такие алкалоиды, как эфедрин и псевдоэфедрин. Эфедрин в нашей стране отнесен к наркотикам, а псевдоэфедрин нет. Из эфедрина делают наркотик эфедрон – меткотинон. Также из него можно приготовить и метамфетамин. По действию структуры эфедрон похож на мефедрон – метметилкотинон. В западных странах, в частности в США, трава хвойника использовалась длительное время в качестве средства для похудения, что связано со стимулирующим действием эфедрина на липолиз и недрожательный термогенез. Также, как и другие психостимуляторы, алкалоиды эфедры влияют на центр голода, что существенно снижает аппетит. Однако побочные эффекты в виде психических расстройств и сердечно-сосудистой патологии заставили правительство США в 2004 году отказаться от использования травы хвойника в качестве средства для борьбы с лишним весом. Препараты на основе эфедры обладают психоактивным действием и вызывают усиление теплообмена. Трава эфедра в составе препаратов оказывает менее выраженное психостимулирующее действие, нежели эфедрин, который сам по себе слабее эфедрона и метамфетамина. Эйфория от приема эфедры не выражена или отсутствует совсем. Принимать подобные препараты во второй половине дня также нежелательно из-за нарушения процессов сна. Люди, страдающие от тревоги под действием эфедры очень вероятно ощутят усиление беспокойства и страха. Страдающим депрессивными расстройствами такие препараты тоже не стоит принимать. Хоть может и показаться, что настроение под действием эфедры улучшилось и появились силы. Это временный психостимулирующий эффект, который сменится апатией и дисфории по окончанию действия препарата из-за того, что израсходуется запас нейромедиаторов. Зависимые люди, а таких тоже немало в рядах спортсменов, имеют огромные риски стать наркозависимыми. Прием претренировочных комплексов сам по себе формирует психическую зависимость, выражающуюся в мыслях. Если не выпью притреник, то не позанимаюсь в полную силу. Ухудшатся показатели, да и вообще настрой будет не боевой. Зависимость можно распознать по реакции спортсмена или любителя на возможность приема притреника. Как правило, о зависимости говорит возбуждение, азарт, блеск в глазах и, конечно, повышенное настроение. Вместе с этим повышается толерантность и в следующие разы приема притреники не будут давать такой же результат, как и в первой, что толкает на увеличение дозы. Чаще приходится искать новый с более мощными компонентами. Конечно, лучшие психостимуляторы – это наркотические психостимуляторы. Так и происходит, что приходится потом брать свои медали и ехать ко мне на лечение. Вот только ни мне, ни спортсмену, страдающему наркоманией медали уже не так нужны, ведь разговор идет о том, чтобы выжить. Все еще хотите быстро похудеть, стать зависимым и попасть на длительное лечение? Ну а если трудности вас уже настигли, обращайтесь на горячую линию. Телефон в описании. Делитесь опытом и высказывайте свои пожелания в комментариях. А также подписывайтесь на мой канал и получайте полезную информацию, которая может спасти чью-то жизнь.